Вы знаете, что самое главное в употреблении чая? Даже не вкусовые качества его, а церемония. Если вы начали заваривать чай в обуви, вы ничего не понимаете в церемониях. Нужно снять обувь и оставить вместе с ней как бы свои старые проблемы, сесть в специальную позу. Сначала нужно чай понюхать, вкусить аромат еще не заваренных листьев, а уже потом заниматься заваркой, причем очень важно температура воды, очень важно состав чая, очень важно даже мысли, которые вы при этом думать будете. А что я вам говорю? Мы все набегу, да набегу, тык-тык-тык, пакетик заварил и побежал. Нет, отныне никаких пакетиков, никакой спешки, только спокойное созерцание церемонии чайной. От волнения заикаюсь. Смотрим сюжет, друзья, про чайную церемонию. Красота какая. Наш корреспондент Витя любит свою работу за то, что всегда найдется перерыв, когда можно чаи погонять. Так что сегодняшнее задание наверняка придется Вите по вкусу. Чай – напиток всем хорошо известный. А задача нашего корреспондента – найти и опровергнуть очевидные и общеизвестные факты о чае. Итак, факт первый. Чай заваривают на воде. Чтобы это опровергнуть, Витя отправился в гости к калмычке Айгуль. Она приготовит для нас традиционный калмыцкий чай. Для этого Айгуль понадобится чайный кирпич. Что это еще за диковина? Калмыцким кочевникам-скотоводам было удобнее кочевать с компактными плитками, а не с мешками рассыпного чая. Айгуль крошит кирпичный чай в котелок и заливает все молоком. Подождите, а где же вода? Вы удивитесь, но в некоторых районах Калмыкии воду в чай вообще не добавляют. Чай полностью заваривают на молоке. Основная часть территории Калмыкии – это степи. Воды там крайне мало. А вот скотоводство развито отлично. Так что с молоком перебоя не бывает. Вот и придумали заваривать чай на том, чего вокруг полно. Когда молоко закипает, в чай можно добавить имбирь и мускатный орех. Калмыцкий чай пришелся Вите по вкусу. К тому же его всегда подают с борциками – хлебными завитушками из дрожжевого теста. Такая калмыцкая традиция. Итак, чай заваривают не только водой. Факт второй. Для приготовления чая используют чайные листья. Но так ли это на самом деле? С этим не согласен коряк Кит-Кит. Коренной житель Камчатки. На костре у Яранги Кит-Кит и будет готовить сибирский чай. В котел с кипящей водой Кит-Кит отправляет травы – богульник, зверобой, душицу и чабрец. Добавляет боярышник, шиповник, можжевельник, затем кипрей. Все это перемешивает. Заметьте, никаких чайных листьев. В Сибири чай не выращивают. В Сибири чаем согреваются. Но пока он ещё не готов. И согреться можно кое-чем другим. Коряк Кит-Кит как умеет развлекает гостя. Это хомус – традиционный сибирский музыкальный инструмент. Строго говоря, получившийся отвар чаем называть не положено. Ведь он приготовлен не из листочков чайного куста. Но именно такой травяной чай пили наши предки 500 лет назад. До того, как настоящий чай появился в нашей стране. Итак, для сибирского чая чайные листья вовсе не обязательны. Факт третий. Чай пьют с сахаром, с молоком, с лимоном, но никак не с солью. Хозяева тувинской юрты, похоже, хотят Витю удивить. Они заварят для него тувинский национальный чай. Хозяйка ставит на огонь котелок, добавляет в него зелёный чай, молоко и соль. Соль имеет красновато-бурый цвет, благодаря содержанию минералов и железа. А на вкус она, как и обычная соль, солёная. Такой чай тувинцы пьют в жару, ведь соль удерживает воду в организме и не даёт ему обезвоживаться. Для нашего корреспондента, конечно, непривычно. Но раз добавки попросил, значит, понравилось. Оказывается, чай может быть и солёным напитком. На очереди факт четвёртый. Чай – это напиток. Уж с этим никак не поспоришь. Но в этой монгольской юрте так не считают. Монголка приготовит Вите национальный монгольский чай. Сначала в котелке нагревают воду и добавляют туда молоко, как и в калмыцкий чай. Но это наш корреспондент уже видел, его не удивишь. Теперь соль. Тоже ничего необычного с некоторых пор. И кирпичным чаем его не испугаешь. А что же дальше? Монголка поджаривает на сковороде муку из дикого ячменя. Затем зёрна риса. Задание для Вити. Нарезать бараний жир. Его добавят в котелок вместе с ячменём, рисом и кусочками вяленого мяса. В Монголии в чай можно положить абсолютно всё, что есть съедобного в юрте кочевника. Любимый монгольский чай – это чай с пельменями. В Монголии такой чай назвали бы бандштайцай. Ну что, будем пробовать. Только ложек у монголов нет. Придётся Вите есть руками. Сначала выпивается чайный бульон, а потом съедается мясо. Монголка доказала – чай может быть не только напитком. Итак, четыре факта разрушены. Калмык доказал, что чай заваривают не только на воде. Тувинка заверила, что пить чай можно не только сладким, но и солёным. От Монголки мы узнали, что чай может быть не только напитком, но и полноценным блюдом. А коряк Кит-Кит убедил, что в чае можно даже чайных листьев не обнаружить. После таких чаёв обычный даже пить неохота. Оказывается, в девятнадцатом веке мы, Россия, экспортировали чай в Великобританию. И, возможно, там, в Великобритании, сэры и лорды заваривали наш Иван-чай и его пили. А потом пришёл индийский чай, и наш Иван-чай вытеснил из нашей культуры. Так что мы теперь пьём либо индийский, либо вот китайский. Чё-то как-то он странно пахнет.